То есть ты реально как сирийц был. О, это ты первая дружелюбная кошка. Я думал, ты побежишь от меня. Сегодня чудесный балканский день. Я с Андреем по прозвищу Яник. Едем на виза-ран к венгерской границе. Но опасность в том, что нас могут не пропустить. Мы поедем в поселок Хоргаш на электричке. И перед электричкой я иду сейчас пополнить счет на телефон. Потому что моя симка отключилась после месяца. Я написал это Андрею. И встретимся мы уже на станции примерно через час. Я уже гонял через венгерскую границу один раз. Мне не понравилось. Пограничник показывал всем видом, что я ему доставил какие-то очень сильные проблемы. Ну, скорее всего, наверное. И правда доставил. В этот раз мы пойдем через другой пункт. Так, все, я на связи. Иду в Макдональдс. Не за гамбургером, если что. Яник что-то не отвечает. Хотя полчаса до поезда. Мой поезд. Трала. Едан до Хоргаша. Ну, блин. Яник похоже проспал. Одному в Хоргаш, конечно, обломно. Мне еще батя скинул песню о Навальном, Элизиум. Душераздирающую. Я не думал, что меня накроют, но меня немножечко накрыло от нее. Я не знаю, как подпорять настроение сейчас. Зачем я ее послушаю? Блин. Как отсюда выйти в город? Державная граница, 3 км. Как отсюда выйти? В итоге я просто перелез через этот дурацкий забор. Как видите, я один. Яник, видимо, спит. Сейчас я выйду на шоссе. Это вот в левой стороне. И буду надеяться, что к шоссе я смогу пройти, потому что всю дорогу, сколько я ехал, шоссе было за забором. И там вот, с той стороны, когда я пытался пройти границы, я не смог бы туда пройти из-за забора с колючей проволокой. Моя цель – дойти за час туда-обратно. С этой стороны Хоргаши я еще не видел. Хоть бы встала для приличия. Я опасаюсь, что по этой дороге я не попаду на шоссе. И шоссе будет за забором. Вот я вижу, уже шоссе началось. Эта дорога над шоссе проходит. Проснулся Яник, написал, что он немного проспал. Блин, очень жаль. Но меня не остановить. Я уже перелез один забор. Сейчас будет второй. Если надо, я перелезу даже в Венгрию. Я так настроен сегодня. Вон, шоссе началось. Блин, тут нельзя идти, тут только на тачке. Или вот там вот есть проход к туалету. Хотя нет, походу. Пиздец. Сейчас с сербом разговаривал. Блин, страшно тут. Надеюсь, меня не собьют. Серп на велосипеде проезжал с пивком. Улыбается. Ну, по-английски не говорит. Я его спрашиваю, как это? Где тут обойти вот этот забор? Он говорит, граница. Ту километров, вон там. Пассаж есть? Паспорт? Я говорю, да. Вот, бери паспорт. И все. Давай туда. И улыбается. Да, может быть, в следующий раз Черногорию выбрать. Ой, ну это, Сербию и Герцеговину. Ой. Ну, вы поняли. Ближе к границе начинаются вот такие заборы. Блин, а в прошлый раз я, короче, шел вот по этой дороге. Дошел до сюда. Мне нужно только продлить свое пребывание в Сербии. Точка. Все, я прошел. Пограничники, ну, очень клевые, приятные. Первый, правда, очень долго разглядывал меня. Сфоткал. Но он был очень добродушный, в общем-то. Где я вообще? Вроде тут другой был забор. Ну, ладно. А, вон он там. Забор с колючей проволокой. Где-то 40 минут до моего электрона даже. И, возможно, даже я успею. Сейчас постараюсь быстро очень идти. Здесь вот ездит цыганка с велосипедом. И спрашивает у всех деньги. Она говорит, извольте, господин. И начинает свой рассказ. Ну, все, настроение у меня супер. Свежий воздух. Ешь кокосы, ешь бананы. Убирайтесь в свои страны. И любите, что уничтожен ты футбольным. Так, мне надо выйти на главную дорогу. Это что, виноград? Гуляю по виноградникам. Такой вот визоран у меня. Утонченный. Земля похожа на песок. Или это такой песок? Или это такая земля? Говорят, здесь земля раза в три, что ли, плодороднее украинского чернозема. Именно вот в верхней части Сербии. В северной части. Южная часть, по-моему, не такая плодородная. Но не хуже украинской. Ну, так вот идешь, как по песку. Мне надо вон туда. О, так, это, походу, моя мечта. Это же X5 вроде. БМВ. Она мне очень нравится. Так, я бы пожил в Хоргаши. Правда, где он тут катается на этой штуке? На этой байдарке. Красивые. Прикольные собаки здесь. Вау. Тут их три даже. Яник, Яник, ну ты француз. Иду такой, думаю, вот бы машину купить. И вспоминаю, что сегодня я сам клиенту сказал, а давайте я вам бесплатно там сделаю одну позу для персонажа. Чтобы была машина, наверное, надо это делать за деньги. Я даже из-за этого набил всю эту татуировку. Что-то я так запыхался немножечко. Можно и поспокойнее ходить, конечно. Но на первый раз сойдет. Где уже этот ВОК Мазов оказал? Местные жители говорят, касса в самом узле же. В поезде. Сейчас включите 3D очки. Ты че, тоже меня снимаешь что-то? Здорово. Нет. Андрей решил сейчас поехать. Хотя в целом у него еще завтра день в запасе был. Сейчас уже через час темнеет. Так что возвращаться, скорее всего, он будет по темноте. Капец, у меня кроссы пыльные. Реально, как у иммигранта. Возьму 3 штучки такие. Называется плескавицы. Конфетки негра и с милашником. Стоит 900 рублей килограмм. Здорово. Я тебя ору, рус, рус. Ты че? Я впервые, блин, за все пребывание в Сербии решил надеть второй наушник. И ты в этот нает меня заешь. И потом, после этой деревни, с этими странными собаками, там был вот этот пролаз. Такой, немножко смятый забор. Часто такой примет. А потом ты видел этот мост, куда я тебе указал? Мост я видел, да. А я видел, что там вообще просто нету забора? Нет, я это не нашел. Там вот где два толчка. Там два толчка, а с другой стороны просто вот так вот проходишь и все. Я не нашел какую-то дурю, я нашел только выгонятые такие по забору заборы. То есть ты реально как сириец был? Все реально, да. Я только в ту сторону, как сириец перебегал. Сейчас делал белый картон в полиции. И полицейский говорит, ты когда границу перешел? Я говорю, вчера. Он говорит, я понимаю, русский. Раскрывает свою форму на груди. У него футболка с надписью СССР по-английски. Вот опять начинал. Ну давайте. А это извольте. Что, он до сюда не дотягивается, что ли? А где вы другие стали и року? Ничего страшного.